Добрый день! Сегодня мы рассмотрим циркулярный кубик 2х2 от компании Sengso. Это уже целая серия. Есть трешка, Megaminx, Magic Tower, пирамидка и даже 4х4. Перед нами 2х2, коробочка стандартная, код товара, видимо, 7912-8, если не ошибаюсь. Ну, все в том же стиле. Есть инструкция, как в современных головонках от этого бренда. И все, больше ничего. Размер сразу сравним. Он как у обычной трешки. Миллиметров 55-56, наверное. 56. Сейчас ганом сравнивать. Сильно крупнее обычной двушки. И имеет дополнительные центральные элементы, почти один на каждой грани. Ну, это, по сути, Крейзи Куб. Предыдущие головонки этой серии, исключая 4х4, собрались достаточно легко. 3х3, Megaminx. Чуть сложнее был Тетрайдер, Magic Tower. Но там тоже все получилось. Поэтому я двушку, не глядя, перемешал. А потом уже стал разбираться. И оказалось, что сделал я это поспешно. Надо было сначала какие-то алгоритмы повыводить. А в итоге, несобранный кубик пролежал у меня долго. Как я не пытался его собрать, мне получалось только вот что-то на первом слое. И все. А дальше не хватало времени что-то вывести. Да и из перемешанного состояния это делать трудно. Стоит отметить, что здесь какие-то центры двигаются вместе с гранью. Конкретно у меня это оранжевая грань, зеленая и белая. Тут центры движутся вместе с гранью. А три противоположных. Красная движется отдельно центра. Желтая и синяя. То есть три стороны нулевые, три стороны единички. Я предполагаю, что в разных кубиках этой модели блок, который неизменяемый. У меня он белый, зеленый, оранжевый. Может быть разным. То есть здесь как ни крути, вот эти три элемента, белый, зеленый и оранжевый, от этого уголка никуда не денутся. То есть он неподвижен. Да, и Виталий Соколов сравнил этот кубик 2х2 с фьюзит кубом, у которого зафиксировано вот такой вот блок 2х2х2, а все остальное вращается. Ну, бандажный кубик. Мне эта идея понравилась. Я попробовал с этим знанием кубик пособирать еще раз. Ну, получилось чуть лучше, но все же не до конца. Давайте перемешаем. В итоге я того же Виталия Соколова метод послойный посмотрел и уже стал использовать его наработки. Да, это тот редкий случай, когда я сам кубик не собрал, а посмотрел тех, кто, видимо, в теме бандажей, а это можно считать бандажом, разбирается лучше. Хотя это скорее крэйзи куб. В итоге 2х2 получился сложнее, чем трешка, Мегамикс и Тетрайдер. Четверку я пока даже не перемешивал научно-горьким опытом, но там, судя по всему, все будет еще хуже. Внешние грани перемещаются отдельно от центров все, а внутренние в то как. То есть это вместе, вот отдельно. Оставим на потом. Здесь же я уже более-менее разобрался. И можно собирать. Вот я перемешал кубик, и бело-зелено-оранжевый уголок не перемешивался. Вот эти полукруглые центры остались на своих местах. И вот на этот уголок, у вас он может быть другой, я и ориентируюсь при сборке. Стоит отметить, что компания MF8 выпустила 3 подобных кубика. Один является копией, то есть он 0-0-0. И еще 1-1-0-0-0-1. У которых другая конфигурация подвижных и неподвижных центров. Как я понимаю, вот эта конфигурация самая простая. Как же собирать? Сначала собираем 4 белых центра, причем желательно на той грани, где у нас вот этот уголок. Вот этот он неподвижный относительно угла, к нему ближе. Осложняется это тем, что некоторые центры неподвижные и не вращаются. Но интуитивно можно все это решить. К примеру, хочу вот этот поставить сюда, а он вращается вместе с гранью. Тогда можно его отвести чуть дальше, поднять, вставить и вернуть. И вот такими нехитрыми способами все решить. То есть пиф-пафы здесь работают не всегда, но иногда можно. Чаще, проще приподнять, вставить и поставить на место. В итоге 4 белых центра готовы. И напротив них 4 желтых сразу собираются. Дело в том, что напротив белого всегда желтый, напротив синего всегда зеленый, напротив красного всегда оранжевый. В любом перемешанном состоянии это будет так. Красный, оранжевый. Но при условии, что кубик механически исправен. Пару раз у меня случалось так, что механически перескакивали центры, так как они не должны делать. Сейчас будет видеофрагмент, где я это показываю. Вот такая ситуация у меня произошла. Собирал быстро, возможно неаккуратно. Что-то видимо хрустнуло. И получилось, что собрана белая сторона, а на желтой центры даже не собраны. Я вот дособрал так, чтобы собралось по максимуму. И сразу видно, что вот этот желтый треугольник полукруглый напротив оранжевого получился. А должен быть напротив белого. То есть вот эти вот элементы нужно поменять местами. И вот эти тоже. Тогда кубик соберется. Но поворотами допустимыми этого сделать нельзя. Поэтому я буду механически пробовать их переставлять. То есть такая ситуация нестандартная. Такого быть не должно. Если у вас получилось что-то наподобие, то есть напротив белого не 4 желтых, то значит что-то с механизмом кубика не так. И нужно именно механически эту проблему исправлять. Получается, если у вас случилась подобная ситуация, которую вы сейчас видели, надо просто механически центры переставить. Делается несложно. Максимально собираем кубик. Но я собираю его, чтобы углы были все собраны. И максимальное количество центров было собрано. А потом неправильно их просто переставляем. Можно ослабить одну грань. Здесь винтик есть. И отверточкой просто подковырнуть этот центр. Он легко вынимается. Ну если ослаблено. И так же легко вставляется. То есть тут проблем нет. Сначала боялся, потом все легко оказалось. Ну а дальше. Собрали 4 белых, 4 желтых. Проверяем, что кубик исправен. Все хорошо. Дальше нужно собрать боковые центры первого слоя. На деле нужно собрать всего 2 элемента. Почему? Вот этот белый, зелено-оранжевый уголок. У вас может быть другой. Он всегда собран. А значит из 8 центральных элементов на первом слое Вот уже 2 стоят на месте. Но напротив них, напротив оранжевого, на месте стоит красный. И напротив зеленого, на месте будет стоять синий. На сам угол пока внимания не обращаем. Главное расположение центров относительно друг друга. Зеленый, синий. То есть стоят на местах 4 из 8. А значит осталось собрать еще 4. Но они будут ставиться сразу по 2. К примеру, вот сюда если мы поставим оранжевый, то напротив сразу встанет красный. А как сюда оранжевый поставить? Ну нужно его найти на верхнем слое. Так, чтобы он стоял вот здесь, по диагональке. Но сейчас такого нет. Поэтому давайте сначала поставим синий. Вот сюда нужен синий. Вот отсюда можно взять. То есть вот этот переставим сюда нехитрым способом. Сделаем R2. Его поставим сюда. U2. Еще раз R2. И вот у нас все получилось. Дальше. Чтобы поставить сюда оранжевый, нужно его найти. Он нашелся. Ну то, что мы поставили синий, что-то поменялось. Может случиться такое, что не будет оранжевого. Тогда нужно сделать комбинацию палка, как на кубике 3х3. То есть фронт, пиф-паф, фронт-штрих. И тогда расположение ребер как-то поменяется. То есть на трешке они разворачиваются. А на двушке их же не видно. Они внутри где-то там спрятаны. Но от их положения зависят вот эти центральные элементы. Если сделать палку с синей грани, фронт, пиф-паф, фронт-штрих, то мы видим, что-то вот изменилось. И оранжевый, который был здесь, больше здесь не находится. Потому что возвращаемся на синюю грань. Синий относительно до центра. Сделаем фронт, пиф-паф, фронт-штрих. Можно сделать обратный пиф-паф, то есть уголку. И оранжевый должен вернуться. Переставляем его сюда. И видим, что центры на первом слое все собрались. Важно делать палку именно с синей стороны. Так как если сделать ее с другой стороны, например, с красной, фронт, пиф-паф, фронт-штрих, мы разрушим белый слой, белые центры. Поэтому я алгоритм отменю. Собрали. Все хорошо. Вот у нас уже белый, синий, красный встал на место. Далее нужно аккуратно собрать оставшиеся уголки. Белый, зеленый, оранжевый у меня всегда стоит. А значит нужно собрать остальные. Вот здесь должен быть белый, оранжевый, синий. Его пока нет. Вот белый, зеленый, красный. Дело в том, что нельзя задевать вот этот угол. И нужно использовать алгоритмы F2L, которые не меняют расположение ребра. По сути у нас вот такая вот ситуация. Ребро стоит на месте, а уголок белым направлен вверх. Если мы сделаем, ну, к примеру, три пиф-пафа, то здесь все соберется. Но на 2х2, если мы из такого положения сделаем три пиф-пафа, то у нас размешаются центры. Будет плохо. Нужно, чтобы вот зелено-оранжевый был перед нами. И, к примеру, отсюда можно сделать три левых пиф-пафа. И тогда будет все цело. Я привык делать так, что для сборки зелено-красного угла у нас всегда должен быть бело-зелено-оранжевый справа. Для сборки синий-оранжевого зеркально. То есть он должен быть слева, на передней грани. А для сборки бело-синий-красного, ну, можно использовать любой алгоритм, так как он здесь по диагонали не мешается, не задевается. Но, естественно, нужно брать только алгоритмы F2L, которые не разрушают ребро. Сейчас я попробую что-нибудь другое смоделировать. Понятно, три пиф-пафа. Если уголок стоит внизу, но неправильно, мы каким-то алгоритмом, опять же, не разрушающим ребро, отсюда его извлекаем, и который не задевает вот этот угол. К примеру, вот так. То есть вот оно стоит, значит, ребро мы не нарушили вот эти два центра. Ну, отсюда можно сделать такой алгоритм. Все это интуитивно приходит с опытом, но главное, не трогать этот угол и воображаемое ребро не нарушить. Собрали первый слой. Далее я всегда перехватываю к себе синий край, чтобы у нас вот этот неразрушаемый угол стал слева-сзади. И отсюда продолжаю дальнейшую сборку. Для начала собираем центры второго слоя, боковые. Ну, желтые-то собраны. Для этого я также использую палку, но можно использовать галку. Если что-то вот непонятное, похожее на шахматы, просто делаем палку с синей грани. Нам нужно добиться такой ситуации, которая похожа на санки. То есть здесь два смежных цвета, зелено-красный, к примеру, и здесь они же в том же порядке. Да, если у нас получилось вот такое, делаем, ставим один спереди, другой сбоку и делаем еще раз палку. Собралось? Хорошо. Но бывает, что собирается не с первого раза, а со второго. И еще бывает, как сейчас, расположение цветов неправильное. То есть вот оранжевый, красный напротив, это нормально. Зеленый, синий напротив, тоже нормально. Но белый, синий, красный должен быть, а у меня белый, зеленый, красный. В этом случае я просто делаю теперм, хотя можно также палками так как-то и переставить, но мне кажется, это дольше. Делаем теперм и все по местам. Да, теперм важно делать опять с синей грани, ну или когда у вас собранный угол слева-сзади. У вас он может быть другой. Далее нужно расставить уголки по местам. Ну тут они уже на местах стоят, но алгоритм вот такой. Также предложил Виталий Соколов. Я пробовал найти другой, использую для этого алгоритма ОЛО для 2х2, но ничего удачнее не нашел. То есть нужен такой алгоритм, который оставляет ребра на местах, ребра верхнего слоя. Но удачнее не нашлось. Алгоритм следующий. У, Р штрих, У штрих, Р. Потом Ф, Р штрих, У, Р, У штрих, Ф штрих. Да, и вот этот угол остается на месте, а эти по часовой переставляются. И поскольку это все-таки 2х2, здесь возможна комбинация с перестановкой двух углов. Так вот по диагонали есть еще один алгоритм. Также от Виталия Соколов я его взял. У, делаем рыбку. Потом У, перехват. А здесь что-то похожее на палку, но зеркально и обратно. Сделаем Ф штрих, У штрих, Л штрих, У, Л, Ф. Ну, руки вроде запоминают. Да, и возвращаемся. Вот эти два переставились. Но нам все это было не нужно. На обычном кубике 2х2 мы бы сделали Т-Перм, но здесь это не поможет. Да, теперь мне придется опять переставить углы по диагонали. Потому что 2 на месте, а 2 нет. Сначала я переставлю по диагонали, а потом уже трициклом. То есть опять рыбку. У. Вот так. И теперь вот так вот будем гонять. Можно, конечно, делать обратный трицикл, но мне не захотелось его запоминать, поэтому я использую только прямой. У, Р штрих, У штрих. Р, Ф. Ну, и вот так. Ну, и просто делаем его два раза. Угол стоит на этом месте. Так. Ну, и в итоге углы стоят на местах. Остается их только развернуть. И сейчас попалась самая легкая ситуация. Это уши. Алгоритм из двух рыбок. Это ZBL для 3х3. Такой есть. Он разворачивает вот этот угол против часовой, а этот по часовой. Делается так. Сначала делаем рыбку, потом уштрих, такой переход. И делаем левую рыбку, ну, зеркально. И довернуть можно. При необходимости этот алгоритм нужно использовать несколько раз. Ну, если я, к примеру, глаза. Два раза использую. Там восьмерка, рыбка. Либо глаза, уши. Просто несколько раз постепенно поворачивая нужные углы. Я собирал этот кубик на скорость. А сборку вы должны были уже видеть. Я должен был его выпустить раньше. Сразу скажу, собирать на скорость можно, но аккуратно. Так как из тех сборок, что я сделал на видео, а на 19-е у меня опять переместились центры. И пришлось кубик механически разбирать, собирать. Поэтому я вот хотел делать 50-к, но сделал 49-к на таймер только. А так, очень интересный куб. Крайне рекомендую. Говорят, что от MF-8 по качеству сильно хуже, но лично не проверял. Ценксо, молодцы. Собирать можно быстро, но аккуратно. Гололомка очень интересная. Попробовать, конечно, собрать самостоятельно, но в скором времени я сделаю подробное обучающее видео вот этим послойным способом. Кстати, про инструкцию-то. В инструкции нам предлагают, как собрать. Но здесь способ, наверное, очень нудный, и мне изначально не захотелось им работать. Смысл в чем? Они предлагают сначала собрать кубик 2х2, не обращая внимания на центры, а потом одним из четырех алгоритмов, ну или четырьмя алгоритмами, переставлять центральные элементы. Алгоритмы какие? Ну, просто из 3х3, юпермы. Вот такие алгоритмы. И вот как-то так переставляются центры. И в разных положениях, по-разному они переставляются, и как-то это можно прослеживать. То есть сейчас вот оранжевый перешел сюда, синий один сюда, один сюда, и красный отсюда сюда. Ну, видимо, из какого-то другого положения будет какая-то другая картина. Я не стал сильно вникать, так как этот способ явно будет дольше послойного метода, которым в среднем можно собирать, ну, около минуты. У меня получалось и за 40, и за 50, но стабильно в VG5 было меньше минуты. Если ты, конечно, ошибаешься, что бывает, да, то можно там и за 2 собирать. Все 18 сборов, которые я сделал на видео, я загрузил на Яндекс.Дзен, ссылку можно найти в описании. Интересный куб. Четверка, видимо, будет сложнее, хотя не перемешивал, пока гарантировать не могу. Ну, скорее всего, да. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok